Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о всех особенностях брожения вина на диких дрожжах. Часто можно услышать мнение, что брожение на диких дрожжах это вообще какой-то там даже не прошлый век, а позапрошлый. Это дикость, это брожение нестабильно и вина не выбраживают. Но если мы знаем и понимаем процессы, то управлять на самом деле ими можно, хотя бы в определенной степени. Сразу следует сказать, что дрожжевой состав вот этих самых диких дрожжей, он будет разный в разных местностях, на разных виноградниках. И он зависит от очень большого количества факторов. От того, какую деятельность вы ведете на винограднике, как вы его обрабатываете, как вы выращиваете. Есть ли рядом какие-то заводы, винзаводы, плодоперерабатывающие заводы. То есть все эти факторы на самом деле очень сильно влияют. Часто можно встретить такую информацию, что винных дрожжей вообще на винограде нет. И более того, даже есть достаточное количество исследований на эту тему. И что все винные дрожжи, они вообще берутся с оборудования, то есть там, где винзаводы. Насколько это правдиво? Честно говоря, смотря все эти исследования, ту информацию, которую нашла лично я. То есть я нашла методику определения дрожжей. Но я не нашла методику сбора, кроме того, что собрано было в стерильных условиях. То есть чтобы человек не принес ничего. Но ни в какое время это было сделано. Ни то, как обрабатывались эти самые виноградники, сколько времени прошло после последней обработки, какие погодные условия и все прочее. То есть это ведь тоже влияет. И это основное, как бы, то, что может повлиять на состав вот этой самой микрофлоры. Ну, если бы, конечно, мы бы следовали такой логике, то у меня вино бы не получалось никогда. Да, потому что в Беларуси своих винзаводов, те, кто производят, ну, там где-то далеко есть какие-то, производят плодовые вина. Все остальное, даже если оно и есть, это заводы, которые уже занимаются, ну, как бы вторичной переработкой, работают с виноматериалами. И вокруг меня, ну, нигде на километры нету никаких производств, которые бы могли принести мне эти самые дрожжи. Следуя этой логике, у меня вино вообще не должно было бы когда-либо получиться. Потому что, ну, прилететь как бы неоткуда. Но, тем не менее, с первого года у меня вино получалось. Да, ну, в первый год я там, как все, сахар, дрожжи, все это болтала. Но уже со следующего, когда я почитала всю необходимую мне информацию, у меня вино нормально выбраживало. У меня вино никогда не превращалось в уксус, у меня оно, в общем-то, не портилось. Ну, были, конечно, какие-то мелкие нюансы, о которых я как-то рассказывала. Но, тем не менее, то есть вино нормально выбраживает. Значит, откуда-то эти дрожжи взялись. Ну, а теперь поговорим, собственно, вообще, как все происходит. То есть я уже сказала, да, что где-то могут быть какие-то отклонения. Состав может быть разным, но приблизительно как выглядят все процессы. Вот вы подробили свой виноград, поставили его бродить. Когда же вы увидите это самое брожение? Много факторов, которые влияют. Температура, уровень сахара, в какое время вы виноград собрали. Ну, возможно, ну, конечно, состав, да. Как правило, на вторые, на третьи сутки уже видимое брожение. Чем температура выше, тем забродит быстрее. Ну, до определенных пределов. Если она свыше 30, там тоже могут быть сложности. Если, например, 15 и 25, то при 25 забродит раньше. Уровень сахара. Если сусло сильно сахаристое, выше 22, то забраживать оно будет медленнее. Сусло, в котором 18, 20, а если еще не померили и сахар низкий, 15, оно забродит быстрее. Но, в принципе, уже на там вторые сутки, вы когда перемешиваете, вы можете заметить активные пузырьки. Да, еще нет вот этой шапки из мезги. Но, тем не менее, процесс уже начинает идти. И уже к третьим суткам обычно поднимается нормальная шапка. Если на третьи сутки шапки еще нету, но вы видите активно пузырьки, не надо бить тревогу. Все нормально. Перемешиваем и ждем. Итак, первыми вступают в брожение несколько видов дрожжей. Это клакерия, это хансенула, это может быть еще несколько. Они тоже перерабатывают сахар в спирт, но набраживают где-то порядка 3-4% спирта, после этого погибают. Те дрожжи, которые в основном отвечают за брожение, это дрожжи сахаромицис. Они, скажем так, в это время еще спят. Но, когда вот появляется 3-4% спирта, те уже отходят на задний план, погибают. А сахаромицис начинает активно развиваться и начинает активно сбраживать то, что нам необходимо. Для того, чтобы избавиться от вот этих, скажем так, мусорных дрожжей, был придуман такой вид брожения, так он называется. Брожение семежона или брожение суперкартер. Что оно предполагало? Оно предполагало спиртование сусла до 4%, чтобы сразу стали размножаться дрожжи сахаромицеты. Я вам про это рассказывала, когда мы делали закваски. Я как раз таки показывала, что я ставила несколько вариантов и показывала, через какое время они забродили. То есть, если мы хотим, то мы можем сделать такую закваску. Потому что спиртовать большое количество. Зачем нам? Сколько спирта или водки надо туда вылить. Мы можем сразу размножить нужных нам микроорганизмов и запустить их. Но дело в том, что есть некоторые мнения, некоторые ученые считают, что вот эти якобы сорные дрожжи, они не такие уже и сорные. И буквально вчера я встретила информацию, что вот одни из этих якобы мусорных дрожжей, хансенула апикулята, они дают очень такие ароматичные и цветочные тона. И поэтому списывать их со счетов, может быть, и не стоит. Более того, в этой же книжке я встречаю эту информацию, что как раз таки спонтанное брожение в районах качественного виноделия вполне себе имеет место быть. Поэтому, может быть, и не стоит от них избавляться. Но если мы хотим, то есть абсолютно простой способ, который очень легко реализовать в домашних условиях. Просто сделать закваску. Но мы переходим дальше. Я постараюсь минимально грузить вас терминами. Дело в том, что разные авторы, они по-разному делают классификацию винных дрожжей. Поэтому где-то могут быть расхождения. Ну, дальше у нас вступают сахрамицеты, и они бывают эллиптические и заостренные. И эллиптические дрожжи, они отвечают за бурное брожение, когда у нас много пены, когда все идет очень активно. Сколько они могут сбраживать? 8, 10, 12. Ну, вот как говорят, домашние вина, как правило, до 12. Выбраживают. Иногда эти же эллиптические дрожжи, по данным некоторой литературы, могут сбраживать сусло и до 16. Но, как правило, все-таки ориентируемся на цифру ближе к 12. И вот это самое бурное брожение, оно может идти по-разному. Я специально сейчас поставила бутыль, его, наверное, тут, конечно, отсвечивает. Но можно посмотреть, с какой интенсивностью булькает затвор. Так вот, скорость этого бурного брожения, она тоже может быть разная. Вот это у меня уже несколько дней, оно бродит приблизительно равномерно. Часто бывает, когда мы сняли с мезги, если на мезге мы держали недолго, как раз мы еще активно снабдили дрожжи кислородом. А кислород нужен дрожжам. Особенно на первых порах, когда его вначале достаточно, то потом дрожжам и легче выбродить все сахара до конца. Так вот, часто бывает, когда мы осуществляем вот эту переливку, затвор ставим, он просто как автомат. Даже вот это сусло, это у меня сусло, приготовленное именно по белому способу. Я буду об этом рассказывать. Дня 2 оно стояло, так чуть-чуть был сдвинувший затворчик, при том, что оно стоит при температуре где-то 15-17 градусов колеблется. Я его специально оставляла в прохладе. Вот 2 дня оно стояло, как бы думала. Я, правда, вносила в него свою же такую закваску. Вот оно стояло, думала. Потом оно пошло так бурно бродить. Тут пета так поперла, что она и в затвор пошла, и куда только не пошла, мне пришлось даже специально еще раз снять с осадка, чтобы это брожение несколько уменьшить. При том, что это было прохладное помещение. Все прохладное, но вот настолько интенсивно брожение может быть. А может идти достаточно спокойно. Вот сейчас оно, ну, как бы так, более-менее. А может идти и еще медленнее. Напомню, что зависит от температуры, от того, сколько там дрожжей содержится, от того, сколько времени оно бродит. Потому что в первые дни брожение интенсивное, а потом начинает накапливаться спирт, еще есть сахар, и это являются, ну, как бы два таких ограничения для дрожжей. И чем больше спирта, тем выбраживать им становится сложнее, и процессы начинают замедляться. Это абсолютно нормально. Поэтому в первые дни у вас все бурно-бурно, в затворы чуть ли не стреляют, могут рваться перчатки, а потом вдруг перчатка опускается. Это не значит, что брожение прекратилось. Оно просто замедлилось. И это абсолютно нормальный и закономерный процесс. Приблизительно могу вам сказать, что после того, например, как шапка в мисге поднимается, бывает в первые сутки, ну, вот по моему опыту, по моим дрожжам, они расходуют порядка 4% сахара за первые сутки. 4% они расходуют в следующие сутки, то есть 8% они съели. Бывает, что 4% еще в третье, а потом процесс начинает постепенно замедляться. Это абсолютно нормально и закономерно. Ну, а мы двигаемся дальше. Если у нас сусло высокосахаристое, оно забраживает медленно, но в игру у нас могут вступить еще один вид дрожжей. Это те же сахромицеты, но заостренные. Вот эти дрожжи могут выбраживать до 18% спирта. Именно они ответственны за сбраживание последних порций сахаров. Их вначале мало. Если сусло сульфитируется, они не очень устойчивы к серии. То есть предыдущие эллипсоидные дрожжи, они более устойчивы к серии. Вот они активно размножаются в активной фазе брожения. А вот эти ребята, они менее устойчивы. Если мы сусло сульфитируем, то мы их убиваем. Но в нормальном, скажем так, если мы ничего не делаем, то если у нас изначально было много сахара, то теоретически они могут потом включиться и добродить нам до достаточно высоких уровней. Почему я говорю теоретически? Потому что на сегодняшний день у меня стоит такая закваска, когда я специально сделала высокосахаристое сусло и посмотрю, до каких пределов оно выбродит. И обязательно с вами поделюсь этим экспериментом. Потому что на сегодняшний день я это знаю только в теории. Подтвержу на практике, либо не подтвержу, я вам обязательно это покажу. И даже в прошлом году, я не помню кто, мне кажется, что даже несколько раз писал в комментариях, что ну что ж вы такое говорите, что дикие дрожжи могут сбраживать максимум до 12. Нет, а они могут сбраживать и выше, и до 16. И вот теперь я понимаю, что человек действительно был прав. Скорее всего, что у него просто был такой опыт. У меня такого опыта не было. Везде нам трезвонят на каждом углу, что на диких дрожжах вообще почти ничего не сбраживает. Ну а на самом деле все может быть, особенно в каких-то регионах, где все время в винограде высокий сахар. И вполне логично, что там именно эти самые дрожжи присутствуют. И вот так вот могут хорошо и полноценно выбраживать. Ну а что в итоге происходит на практике? Если мы снимаем сусло с мезги, когда у нас еще активная шапка, значит брожение будет интенсивным, брожение будет бурным. И когда мы зальем в бутыль, у нас будет тут затвор нормально так серьезно булькать. Если, например, мы снимаем с мезги, когда шапка уже так начинает немножко оседать, она уже не такая большая, то не ждите вот этих бурных булек. Их может не быть. Если затвор просто даже стоит на разных уровнях, значит процесс идет просто, он идет медленно. И повторюсь, зависит еще от температуры. Если прохладно, то процесс идет медленнее. Если тепло и даже жарко, процесс идет быстро. Но если слишком жарко, при том, что если у вас большой объем емкости, там еще все нагревается. Если у вас снаружи 30, то там температура еще выше. И это очень плохо для дрожжей, то есть они могут в таком случае погибнуть. Ну, либо очень сильно затормозить свой рост, и брожение быть не может. То есть тут надо искать причину. У меня есть отдельное видео по остановке брожения. Оставлю вам ссылку. Здесь мы не будем на этом останавливаться. И если мы снимаем с мезги, когда у нас шапка вообще уже ушла вниз, то в принципе брожение уже может не быть. Мы можем померить остаточный уровень сахара. Если там сахара больше нет, ну, значит, значит, все. У нас уже все выбродило. Ну, под затвор надо будет поставить, потому что у нас еще есть и яблочно-молочное брожение. Сейчас все, о чем мы говорили, это брожение спиртовое. А есть еще яблочно-молочное, где идут несколько другие процессы. Идет превращение агрессивной яблочной кислоты в более мягкую молочную. И яблочно-молочное брожение является одним из средств снижения и смягчения кислоты в вине. Здесь мы подробно останавливаться не будем. Есть отдельное видео. Я вам ссылку на него оставлю. То есть, если мы, например, сняли с мезги, когда уже шапка упала, сахара нет еще на некоторое время, поставим под затворчик, чтобы увидеть вот это самое яблочно-молочное брожение. Хотя иногда оно проходит параллельно. Ну, на всякий случай, чтобы у вас там ни крышки не рвало, ничего, я рекомендую оставлять затворы. Значит, если мы снимались с мезги, ну, вот где-то в середине первой дни, у нас активно боликает, потом начинает замедляться, и это абсолютно нормально. Перчатки начинают опускаться, это абсолютно нормально. Процесс начинает замедляться. И, скажем так, такой опасный момент у нас возникает, когда у нас сахар остается от 9 до 5. В это время брожение может достаточно сильно замедляться, особенно если мы используем не это. А перчатки, перчатка в это время уже падает, и кажется, что брожение остановилось. Именно в этот момент возникает, скажем так, основная ошибка многих виноделов. Вот уровень сахара на уровне 5-9, я уже много раз говорила об этом, на вкус можно не почувствовать. Если в сусле есть определенная кислота, вы почувствуете кислоту. И что мы делаем? Мы досыпаем сахар. Мало того, что оно и так уже затормаживается, оно перестает бродить вообще. Либо мы считаем, что у нас все готово, мы ничего не меряем, мы снимаем с осадков, и дальше ждем осветления, и считаем, что наше вино готово. Но там будет еще мало спирта, оно будет не выбротившим до конца, и у нас возникает опасность либо уксусного скисания, либо молочного скисания, то есть такое вино портится. Даже мне одна дама, как-то не постеснявшись, написала в комментариях, что я вообще дура, ничего не понимаю, и домашний вина свыше 7 градусов алкоголя не выбраживает, поэтому они там уксусятся и все остальное. Ну вот, вот она основная ошибка, что просто, как говорится, если у вас не выбраживает, так, ну, может вы что-то делаете не так, потому что на самом деле все выбраживает, только надо понимать этот процесс. То есть вот на уровне 9.5 у нас процесс сильно замедляется. Но не стоит тут делать каких-то скоропостижных действий. Мы считаем, какой у нас был сахар изначально, мы понимаем, что у нас получилось сейчас, и тогда принимаем какие-то действия. И если мы понимаем, что у нас действительно все остановилось, а процессы еще не завершились, значит, надо помочь. Подробно у меня есть видео по остановке брожения. Ну, самое простое, это открытая переливка через горлышко. Потому что бывает, что дрожжам не хватает кислорода, уже там много накопилось различных веществ, которые мешают им жить. И вот эта вот, скажем так, встряска может очень даже эффективно это самое брожение восстановить, чтобы максимально нам дрожжи дали то, что мы хотим. Впрочем, часто вот такая остановка брожения, особенно на последних этапах, она бывает связана именно со скачком температуры. Осень становится прохладно, а дрожжи начинали бродить в более теплых условиях. То есть иногда может быть достаточно чуть-чуть повлиять на температуру, и уже все будет хорошо. Ну, подводя итог, брожение на дикой дрожжах не такое уже и неуправляемое. Если мы знаем, что происходит, то мы можем при помощи тех же заквасок добиваться того результата, который нам необходим. Даже касаемо температуры, когда я вам рассказывала, как я делала закваски, я знаю, что, например, у меня вино будет бродить в прохладных условиях, я изначально ставила закваску там же. Но, как видите, все идет вполне неплохо, при том, я вам говорила, какая здесь температура. Второе у меня светлое сусло стоит, тоже при такой же температуре, 14-15 градусов, прекрасно бродит. На самом деле, на многие процессы мы можем повлиять. Но то, что брожение на культурных дрожжах действительно более предсказуемо, это тоже факт. Но что выбирать, решает каждый сам. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч!